Кодекс Леонардо да Винчи – это манускрипты или рукописные дневники гениального художника. На сегодня их известно более 5000 страниц. После смерти да Винчи все рукописи достались его ученику Франческо Мельце. Потомки Мельце начали делить дневники и продавать их, иногда даже по отдельным страницам. В 1630 году рукописи попали в руки Помпео Леони, испанца, который систематизировал их по темам. К сожалению, он полностью нарушил хронологию рукописей. Каждая отсортированная записная книжка получила название «Кодекс». В своих записях Леонардо да Винчи использовал уникальную манеру письма, которую сам изобрел. Обычно он писал зеркальным методом, начиная писать с нижнего правого угла страницы справа налево. Спустя время большая часть манускриптов разошлась по разным музеям, архивам и библиотекам. На сегодняшний день известно 10 кодексов Леонардо. Кодекс Арунделла – это 238 листов в кожаном переплете. Кодекс содержит исследования в области геометрии и архитектуры. Фостерский кодекс – это три записные книжки. В них представлены мысли гения по геометрии, физике и механике, а также чертежи гидравлических устройств. Атлантический кодекс – это 12 томов кожаных в переплетах, 1119 страниц разного формата. Рисунки-чертежи, созданные Леонардо между 1480 и 1518 годом. Математика, астрономия, ботаника, зоология и военное искусство. Лестерский кодекс – 64 листа, которые содержат заметки по гидравлике и исследовании принципов движения воды. Трактат о полете птиц – 17 страниц, посвященных преимущественно анализу полета птиц и вопросам воздушного сопротивления и воздушных потоков. Французский кодекс – это собрание из 12 рукописей различного размера в различных переплетах. Сохранился даже картонный переплет. В них располагается исследование по военному искусству, оптике и гидравлике. Французские кодексы были вывезены из Италии по приказу Наполеона Бонапарта и переданы в Институт Франции, где они хранятся по сегодняшний день. Считается, что рукописи Леонардо, которые дошли до нас, соответствуют примерно 1,5 всего количества бумаг, оставленных до Винчи. Разделенные, спрятанные, проданные рукописи Леонардо, тем не менее, не утратили значения. И по ним и сейчас можно проследить широту умственных странствий Леонардо да Винчи не менее, чем по его картинам. Субтитры создавал DimaTorzok